что такое брендинг и как с этим работать просто мощнейшая огромная но опять же нужен ли этот костыль лишний этот уже вопрос они берут за это весьма серьезные суммы денег несколько тысяч долларов мы не считали то что он выточный и оказывается не зарабатывают деньги оказывается они могут себе это позволить же сделал заготовку сайта для polaris а я немножко расскажу по бюджету вы четко увидите боли которые вы закрываете вы должны или купить или умереть все будет лучше купит ему дешевле всем привет друзья у нас сегодня новый выпуск на канале зажигалка сегодня наверное не очень веселый но зато конкретно деловое все по делу все по теме так что обязательно его посмотрите ну а начать я хочу с очень важной важного пункта вещи не знаю как правильно это назвать и очень хочу чтобы вы сегодня меня услышали потому что у участницы нашего шоу людмилы к сожалению произошла такая очень неожиданная вещь неожиданная ситуация с ее сыночком мишей которому сейчас 12 лет у миши заболела голова несколько дней назад и когда людо поехала его обследовать написала о том что делаю небольшую паузу потому что почему-то не хорошо чувствует себя сын к сожалению ему поставили диагноз нашли опухоль в головном мозге до момента операции не могут сказать о том насколько она злокачественная или доброкачественная но операцию нужно делать срочно и уже в четверг в этот она приедет в киевах мадед где будет произведена операция конечно же люди нужны деньги нужна наша помощь мы пока не знаем точной суммы сколько ей необходимо но однозначно эти деньги ей потребуются поэтому конечно же во всех своих социальных сетях на youtube канале где вы знаете и вы следите за ней мы просим о помощи просим помочь людмиле тем чем вы сможете кто-то добрым словом кто-то словами поддержки молитвами а кто-то просто может перевести и какую-то сумму на ее карту мы оставляем номер ее карты внизу под этим видео и будем благодарны вам за любую поддержку и конечно же верим в то что все обязательно будет хорошо будем держать вас в курсе дела у нас алексей петрученко который будет делать интернет-магазин сейчас мы с юрой пабликом созвонимся и алексей ты должен выяснить задачу его поставить и четко задачу тоже потом ему расскажет каким образом эту задачу больше решать все верно юрий елена павлики владельцы фабрики детской обуви палат семейному производству более 30 лет это семейный бизнес производство насчитывает уже около 50 сотрудников до недавнего времени развивались только через крупных дистрибьюторов пришли в шоу с целью увеличить продажу в два раза и стать привлекательным и узнаваемым брендом для первичного потребителя а маржинальность вас какая примерно до 20 процентов на данный момент мы обозначили следующие задачи разработка бренд-платформы и визуальной упаковки для бренда создание хорошего продающего интернет-магазина и настройка целевого трафика создание instagram стратегии с целью налаживания продаж по всем направлениям подбираем партнеров и приступаем к работе давай мы звоним сейчас привет привет так это я так понял твой менеджер по продажам артем до руководителя руководителя начинающего отдела нужно создать расскажите немножко что у вас есть как это работает и как какая основная задача чего вы хотите достичь планы по продажам и так далее у нас есть платформа лилуи айт когда человек упадает к нам в систему он делает покупку то передаются данные валуты лучше сразу вопрос если человек оставил заявку на ногам поставил заявку еще не оплатил сразу кто с ним работать и куда не да не передаст сейчас мы бы хотели ну так как в мессенджерах неудобно просматривать весь ассортимент и делать покупки да но мы это отговаривали мы бы хотели вот этот магазин который бы тоже передал я не пойму одного зачем такой сложный путь ну например вести его сначала в мессенджер а потом уже пульс мессенджер на сайт вы выставляете преграду до между между клиентом и сайтом это подписаться он должен сначала подписаться на чат бота мы просто не исключаем этот ряд у нас есть успешные как бы когда люди подписывались через полезность который мы транслируем фейсбук какая конверсия сколько вы продали даже мало смотри сколько сколько вот вот мало сколько 3300 чем-то продаж это по системе и еще где-то столько же через наложенный платеж да вы считали стоимость каждого каждой продажи то есть например вы потратили за месяц на настройку системы при затрате 1 гривны какая у вас получается какой выхлоп 2 гривны 3 4 5 не мы не считали что мы вы точно это понятно если вы купили 7000 клиентов сколько они вам обошлись 50 60 центов второй вариант у нас когда человек приходит на сайт чисто на сайте просто нам нужно чтобы как-то информация передалась вот сюда и система определила с какого склада пройдет отгрузка я думаю что в конце концов нужно будет рассмотреть вариант соединения с crm и так далее но в первую очередь на самом деле можно пользоваться тем что есть интернет-магазине если у вас уже есть что-то свое значит нужно это как-то связать но нужно понять что она может но опять же нужен ли этот костыль лишний это тоже вопрос так будет подвязка понимаете там со сканером как бы это упрощает очень много производственных вопросов да я немножко расскажу по бюджету когда мы все протестируем тогда стоит вернуться к конверсии и стоит вернуться к возможно к ремаркетингу очень классная функция это напоминание ежедневное напоминание и она просто на протяжении там 30 дней будет напоминать тем тем людям которые заходили на сайт что вы заходили в этом например не купили ничего или не закончили покупку короче человек должен или купить или умереть лучше купит ему дешевле вот такая ситуация все это работаем ну что ж можно направляемся на выставку пока мы видим что это нереальное количество людей боимся представить что будет на выставке смотрите толпы они вышли из метро все на одной станции и все толпы туда романа алена прокопчук владельца мастерской дизайнерской мебели ром роман занимается дизайном и производством алена продвижением и коммуникациями проживает в городе черкасс ребята пришли в шоу с целью повышения узнаваемости бренда мы поставили задачу придумать какую-то оригинальную идею с помощью которой бренд мог бы выделиться и привлечь внимание а затем с помощью грамотного маркетинга мы сделаем так чтобы об этом узнала как можно большее количество людей я думаю что у меня надо подумать какую коллекцию ввести вот кресла с какими-то какими элементами как расслабляем я бы даже в стиле здесь наверное более бы заценила дорогие стенды очень дорогие судя по количеству стендов на на этой выставке здесь большие огромные деньги участники сколько стендов приблизительно мог стоить я так прикидывала тысяч пятьдесят где-то наверное долларов ну по всем ощущениям по всем восприятиям да именно так очень дорого вот самое забавное что это все конкуренты и оказывается они зарабатывают деньги оказывается они могут себе это позволить что двадцать одна тысяча шагов уже позади мы продолжаем топать и пока вывод такой что выступила не просто мощнейшая огромная двадцать четыре павильона 24 24 павильон стокгольма в котором мы были в феврале это но это малая часть для выставки это однозначно огромное количество очень классных производителей главное все продаются раз у них есть бабки на такие стенды и вывод такой что мы двигаемся в правильном направлении в правильном направлении по своим концепциям, тенденциям, то что мы делаем в общем очень довольны короче мы пошли дальше всем пока снимать больше не будем сил просто нет короче лайфхак как прийти на дому чтобы не было людей вокруг и можно было сфоткаться прийти в дождь ну что ж я знаю что вы страшно любите всякие скандалы разборчики и вообще всякое шоу оно требует каких-то склоков но в этом выпуске нет никаких склоков потому что несмотря на то что это шоу это реалити шоу а в реалити шоу нужно друзья еще и работать потому что наши участники приходят к нам для того чтобы получать результаты и всю эту неделю мы с Сергеем работали и подыскивали команду знаете я всегда говорю о том что для того чтобы найти хорошую команду и понять что она хорошая нужно быть самому специалистом но именно это и является такой себе палкой двух концов потому что когда ты специалист ты видишь как мало вообще есть людей которые понимают и соображают что же происходит поэтому я решила сделать сегодня вместо склока в обучающий блок все как вы любите и немного поговорить с вами о таком понятии как брендинг потому что когда мы сказали о том что мы ищем для ребят партнеров компанию которая будет их упаковывать которая будет создавать брендинг многие начали присылать нам заявки мы готовы сделать визуальный бренд разработать коробочку логотипчик но как сказал однажды мой хороший знакомый специалист по брендингу что брендинг и логотип это несколько разные вещи но точнее логотип это всего лишь маленькая часть брендинга и когда мы начали подыскивать как раз людей я столкнулась с тем что очень мало компании это понимают а те кто понимают они берут за это весьма серьезные суммы денег в несколько тысяч долларов хотя по факту могу вам сказать что конечно же такие услуги классные для больших брендов но для маленьких являются буквально неподъемными я подумала о том что раз уж я в этой теме очень неплохо разбираюсь то почему бы мне не дать вам дельные рекомендации в отношении того как поработать над своим брендингом если вы маленький предприниматель у вас нет денег на большие компании либо же вы покупаете какие-то услуги за небольшие деньги вам обещают что все будет классно а в результате вы купили какое-то г потому что люди не понимают что они продают давайте с вами разберем сегодня об этом это понятие детальнее что такое брендинг и как с этим работать вообще для чего это понятие брендинга когда мы решаем быть брендом а с Polaris мы решили быть брендом потому что мы увидели что когда мы просто что-то выпускаем и за этим не стоит никакого имени люди нас не ищут не знают никаким образом нас не идентифицируют не выделяют и соответственно у них нету потребности купить именно нас они выбирают между обувью а мы хотим чтобы они приходили конкретно к нам поэтому нам нужен брендинг брендинг он состоит как бы из двух частей это есть визуальная сторона когда мы это узнаем и есть какая-то определенная история которая с этим связана эмоциональный ряд который это вызывает какие-то наши определенные заложенные месседжи которые компания смогла до нас донести то есть мы понимаем эти ценности мы их транслируем например когда мы говорим с вами о том что нам надо быстро поесть то очень многие сразу же вспоминают Макдональдс куда быстро вот мы когда выходим из офиса только Макдональдс ресторан быстрого питания мы реально знаем что там это будет быстро максимально и вот есть ряд месседжей которые мы часто формируем мы слышим что нужно иметь какие-то миссии ценности идеи но мы не доносим их своему потребителю то есть мы их как бы придумываем и они у нас здесь и умирают вот как раз задача брендинга с этим справиться как с этим работать сейчас хочу дать вам несколько конкретных реальных рекомендаций так что пожалуйста записывайте чтобы было все понятно прежде всего перед тем как приступить к брендингу нам нужно понять о чем мы будем выделяться поэтому не лишним будет всегда проанализировать наших конкурентов посмотреть кто работает конкретно в нашем целевой аудитории в нашем ценовом сегменте кто делает что-то очень похожее на нас а иногда практически то же самое что и мы то есть важно посмотреть и проанализировать их сильные и слабые стороны посмотреть что есть такого сильного у нас и что есть у них провести такой сравнительный сравнительный анализ Очень важно обязательно выяснить, кто будет нашей целевой аудиторией, хотя бы изначально в моменте крупном, это люди, собаки, животные или кто это, подумать о том, какие бы ключевые месседжи мы хотели донести. Но вот здесь у нас всегда есть проблема, что я хочу донести. Для этого существует такая классная штука, как бренд-платформа. Если вы помните, в одном из предыдущих выпусков мы разбирали бренд-платформу Ромб. Аленчик рассказывал, как это выглядит. Так вот, убрав все то, что рассказывала Алена, я хочу дать вам конкретный план, чтобы вы его записали. Это вопросы, на которые вам необходимо постараться найти ответы. Вы можете сделать это самостоятельно, можете еще попросить кого-то это сделать со стороны, можете сделать какие-то такие себе небольшие мозговые штурмы устроить. Для того, чтобы более-менее сформировать такую бренд-платформу для себя, я объясню, зачем это нужно. Итак, на какие вопросы мы должны ответить? Прежде всего, первое, это кто мы, чем мы занимаемся, вернее, точнее, кто мы конкретно. Мы фабрика, которая производит детскую обувь или мы, кто мы, что мы делаем. Дальше, для кого мы это делаем, очень важно, наша целевая аудитория. Где мы это делаем, где это происходит, в какой стране, в каком городе, это местечко, может быть, это происходит конкретно здесь, как мы это делаем и какое у нас уникальное есть торговое предложение. Постараться подумать. То есть, как одним предложением мы можем показать клиенту, что мы делаем и чем это отличает нас от других. Не факт, что это будет реальное отличие, но это будет отличие, по которому люди будут вас узнавать хотя бы на слух. Ваша миссия, ваша визия, ваши ценности, что важно для вас в этой компании. Выгода потребления для вашего клиента, почему ему выгодно. Выгода может быть как функциональная, это что-то связано с удобством, так и эмоциональная. Потому что зачастую, очень многие из нас, большинство покупок совершают именно эмоционально. Если мы говорим о лакшери сегменте, это практически всегда эмоциональная покупка, возможность принадлежности к чему бы то ни было. Далее, барьеры выгоды. То есть, что людей ограничивает. Вот вроде бы это выгодно, но у них есть какие-то вещи, которые являются для них барьерами. И, собственно, как вы можете с этими барьерами работать. Характер вашего бренда. Представьте себе, что ваш бренд, ваша компания это человек. И ваша задача наделить его теми качествами, как человека. Какое? Он добрый, он смелый, он храбрый, он бережно тратит деньги. Или наоборот, он живет на широкую ногу. Представьте себе и опишите ваш бренд, вашу компанию, как человека с характером, с какими-то характерными чертами. Далее, пропишите маркетинговые задачи, которые бы вы хотели для себя поставить на ближайшие хотя бы полгода. И обязательно проработайте очень тщательно сегменты целевой аудитории. Потому что целевая аудитория бывает очень разная. Даже, например, если мы продаем для детей. Это есть и дети постарше разных возрастных групп. Соответственно, эти мамы будут в разных находиться местах. У них будет разное количество денег. И так далее, и так далее. Например, если мы говорим о поларисе, то это обувь, которая подойдет как обеспеченным мамам, так и среднему ценовому диапазону. Может быть, не совсем бедным людям, но среднему ценовому диапазону. И это тоже разные люди. Обязательно все это пропишите. Когда вы все это сделаете, что произойдет? Вы посмотрите на свой бренд иначе. У вас исчезнут вопросы, например, о том, что писать в ваших постах. Потому что вы четко увидите боли, которые вы закрываете. Вы четко увидите темы, которые могут волновать эту целевую аудиторию. У вас уйдут вопросы о том, с чем вы можете продвигаться в маркетинге. Потому что вы опишите свои сильные стороны. Вы поймете, чем вы сильнее, чем ваши конкуренты. И вы сможете ставить это на первое место. То есть, если вы обладаете теми качествами или теми компетенциями, которых нет у ваших конкурентов. Вот уже, пожалуйста, ваша выгода налицо. Главное, придумайте, как превратить это в достояние для клиента. Как ему подать так, чтобы он понял, что именно вот это очень круто. Что у вас это есть и вот так это работает. Работа над собственным брендом, наверное, самая классная именно тогда, когда это делаете вы, а не кто-то другой. Когда вы не нанимаете компанию, которая потом дает вам красивую тетрадочку с огромным количеством всяких буклетиков, флэерочков. Да, и это все очень классно. Это, безусловно, круто. Но никто не сможет прочувствовать вашу компанию лучше, чем вы. Никто не сможет создать вот этот весь ряд коммуникаций с вашим клиентом. Понимание, это как ваш ребенок, чем вы. Вы его родитель. Поэтому не ленитесь это делать. И я приняла решение, что мы сейчас с ребятами, с Леной и с Юрой займемся этой частью самостоятельно. Я уже приступила к работе над тем, что я сказала, со своей стороны. Такое же задание получили ребята, и они сейчас также заполняют и прописывают все эти вещи, которые мы только что с вами проговорили. И затем, только соединив это вместе, когда мы для себя выведем общий знаменатель и поймем очень точно, кто мы, что мы, для чего мы, какие у нас идут цели, какой наш бренд, мы отдадим уже эту задачу нашему визуальному человеку по дизайну, который будет уже все эти смыслы упаковывать в дизайн. И наша задача будет визуально подкрепить вот все то, что мы будем видеть визуально в нашем инстаграме, в нашем любой упаковке и вообще в визуальной части бренда. Задача ключевая, чтобы угадывалось все то, что мы пропишем вот в тех картинках, которые мы увидим. Посмотрим, как у нас это получилось, я думаю, уже в ближайшем времени. Если вам нравятся такие блоки, это было полезно, обязательно напишите для того, чтобы я уделяла больше этому времени. И если у вас сейчас есть какие-то вопросы еще по брендингу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я постараюсь вам также дать на них вразумительный ответ. Ну, прошло всего несколько дней с тех пор, как мы встречались с компанией Polaris по поводу сайта. И уже сегодня к нам приехал Алексей Петриченко, владелец сайтов ShopExpress и SiteExpress. И он уже сделал заготовку сайта для Polaris, а сейчас будем вам показывать. Первое, что мы пытались сделать, это не отходить далеко от того, что у них есть, потому что фирменный стиль будет меняться. Расскажи немножко сначала, знаешь, о чем? О своем сайте ShopExpress. Идея заключается в том, что можно собрать интернет-магазин как на основе готового шаблона, так и сконструировать то, что нужно конкретно для конкретной задачи. Надо знать что-то там, верстку, программирование. Ну, скажем, для бизнес-задачи. Знать особо ничего не нужно, но, конечно, если есть навыки, то можно делать почти все, что угодно. А, то есть для продвинутых можно дополнительно, что ли? Лучше ShopExpress такой сайт твой. Стоп. Ага, больше не нужно рисовать, верстать и программировать интернет-магазин. В двух словах. Сразу же все адаптируется под мобильные устройства. Все, что можно автоматизировать с SEO, уже автоматизировано. Да, возможность управления товарами, ну, здесь показан каталог, но очень актуально это многоязычность, интеллектуальный поиск, который сразу выдает подсказочки, система управления заказами, оповещения о заказах через SMS, через имя. Да, очень важно понимать, когда пришел заказ, узнавать об этом своевременно. Да, и плюс уведомлять клиента, это тоже еще не важно. Сам сайт высылает или через сервис рассылок? Это высылается через сервис рассылок, в большинстве случаев это Turbo SMS с помощью альфа-имени. То есть это не от номера телефона приходит, а от названия вашего интернет-магазина. Плюс еще важный момент, это то, что имейл можно шаблонизировать, то есть там можно добавить свой текст, добавить свой лого, свои картинки. Дальше это интеграция, потому что на сегодня сделала просто интернет-магазин, если дальше его никуда не интегрировать, ну, к примеру, с платежными системами, чтобы принимать оплату на сайте, например, с Google Shopping для того, чтобы рекламировать. Или, например, делать выгрузку на розетку, на пром. Также немаловажные вещи это аналитика, то, что все спрашивают. По аналитике здесь есть, буквально в секунду, есть хорошая статья, в принципе, рассказывает, как это правильно нужно настроить именно для интернет-магазина. Такие-то даты, было покупок на 89 тысяч гривен, и было… 555. Да, это количество товаров, 51 транзакция. Здесь можно видеть, что с рассылки было заказано 39 514 гривен, именно вот в этот период. Сегодня, если вы не пользуетесь аналитикой, то вы выбрасываете деньги просто на ветер, потому что вы понимаете, что у вас происходит никогда. В общем, магазин, в общем, ShopExpress – классная вещь. Если вы не знаете, как сделать интернет-магазин, идите на сайт ShopExpress, регистрируйтесь и сразу создавайте магазин. Это то, что было. Да, видно, что клиент занимается сайтом. А я бы сказал, что сайты вообще брошены давно, потому что все криво вот так сделано. Это да, но я смотрю на другое. Я смотрю на то, что фотографии, фотосессии качественные. Внизу, несмотря на то, что это плохо выглядит, есть видео, которые отлично отсняты. И мы сделали универсальный дизайн, под который, в принципе, можно сделать легко и быстро. Да, вы же показываете скорее универсальный дизайн. Мы поубирали все лишние надписи, сделали максимально простую шапку. Потому что человек, когда придет, он тут сразу потеряется, не найдет. А где что-то обувь-то сама? Конечно, конечно. Потому что на главной странице у нас сейчас идет информационная страница, а я думаю, что надо как раз магазин переставить на главную. Момент о том, что это за компания, очень легко и просто представлено. Здесь больше ничего не нужно. Плюс, очень важный момент, на что делается акцент, как мы себе представляем, это лукбук сотрудничества. Сотрудничество. Это тоже важный момент. Связь с Инстаграм. Наконец-то самое главное. Да, интернет-магазин. Здесь пока несколько товаров. Это для примера того, как это мы подаем. Значит, сразу же клиент, который понимает, чего он хочет, он может зайти. Один раз просто посмотреть, второй раз посмотреть, а третий раз уже придет конкретно купить конкретный размер. Он может тут же выбрать нужный размер, добавить его в корзину. Мы обожаю. Классная такая корзина. Есть фильтр. То есть пока он фильтруется по размеру, но мы еще добавим туда другие свойства. Я думаю, что как минимум это мальчикам, девочкам, может быть возраст. Внутренняя часть товара максимально простая. И вот то, что у них было раньше в виде текста, мы попытались сгруппировать в инфографии. Ну и в принципе, поскольку у нас есть возможность на странице каждого товара делать фактический лендинг, мы можем сюда разместить и видео, и фотографии какие-то большие. Сайт в моем вкусе. Потому что мое мнение, что сайта должно быть минимум самого. Конечно. Должно быть белое, и на нем должен быть правильно размещен контент. Верно, и контент должен быть качественный. Качественный, да. Слушай, что мы, когда мы запустим уже магазин в работу, потому что не терпится начать нам продажи, потому что нам еще трафик нужно на него настраивать. Да, да. Значит, ну вот то, что у них было. У них было, а у нас. Да. Вот оно было такое черненькое и пару строчек. Сделали тоже небольшую инфографику. Практически то, что у них было написано только в виде иконок. Да, да. Зато как подана уже информация. Нам остается оформить остальные страницы, перенести статьи блога, что там у них есть, партнеров и так далее. Сгруппируем какие-то части меню. Я думаю, на это уйдет ориентировочно неделя для того, чтобы это сделать. И попробуем сразу же загрузить их товары. Смотри, я думаю, что нужно на главный поставить магазин. Затем следующая должна быть о компании страница. И затем может быть блог и контакт. Это максимум. Остальное все надо группировать. Да, да. Я думаю, что о компании туда же можно и партнеры, и франшизы. И после запуска, в первую же очередь, нужно будет подключить платежные системы и запустить рекламу. Прошу. Все, работаем. Мотор. Ну вот мы и приехали. В общем, мы находимся сейчас в тихом мастерстве. Это пойдет в видео. Зачем ты так делаешь? Ну вот мы и приехали. И сейчас мы готовим ром-пантон. Первое изделие, которое скоро вы все увидите. И кроме этого, мы еще раз хотели бы поговорить, что мы очень активно ищем классного дизайнера полиграфии. Мы надеемся найти через шоу какого-то классного партнера. Потому что мы уже придумали всю эту историю, всю эту легенду. Это все надо упаковать. И нам нужен очень талантливый человек. Да? Ну да, именно так. А можно чуть-чуть медленнее? Безусловно, выставка была очень полезным мероприятием, где мы подчеркнули много идей. И убедились, что мы находимся на верном пути. Из полезного, это текстиль, который будет фактурным. Это будет крупная вязка. Крупный переплет. И это будет как раз таки актуально сегодня. Скоро вы сами все увидите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, сейчас хочу обобщить, что все-таки происходит у нас с компанией Polaris, что мы делаем. И расскажу, какие люди нам нужны, потому что мы собираем команду. Часть людей мы уже собрали, нам нужны еще специалисты. Давайте сейчас все по порядку. Первое, что мы делаем? Какой наш план? Мы не хотим делать все и сразу, потому что это требует больших ресурсов, прежде всего от самой компании Polaris. Поэтому мы решили, что в первую очередь мы должны сделать те действия, которые дадут самый быстрый результат с самыми малыми средствами. Что это такое? Ничего лучше не придумано, чем простой обычный интернет-магазин, которого у них пока нет. Поэтому мы прямо сразу же начали этот магазин делать. И сегодня вы уже видели, что с ним происходит. Через неделю он будет полностью готов. И мы уже будем готовы принимать на этот магазин трафик. То есть интернет-магазин, мы решили, что это будет основной канал продаж. И вы можете сказать, ну что же здесь нового? Ну, все знают, что интернет-магазин – это как бы хорошая штука для продаж. Но, наверное, вы должны что-то новое придумать. Ребята, вот прежде чем придумывать что-то новое, надо сделать элементарные вещи. И самая элементарная вещь, которая в компании Polaris не сделана, а она должна была у них быть по умолчанию, да, это интернет-магазин. Если вы хотите продавать, то у вас должен быть интернет-магазин. Вот и все. Тут это даже обсуждать не нужно. Что нам нужно дальше? Для того, чтобы интернет-магазин продавал и генерировал заявки и заказы, нужен, конечно, трафик. Вот это сейчас то, что нам понадобится в первую очередь. И сейчас нам нужны люди, которые занимаются трафиком. Можете быть специалистом по трафику из ВКонтакте, по трафику из Инстаграма, по трафику из Директа и так далее. Вы можете быть специалистом по любому виду трафика. Присылайте нам информацию о себе. Мы будем с вами связываться. Вы можете здесь в комментариях оставить, можете на почту. Почта тоже есть здесь в описании. Мы будем смотреть. Мы не всех берем, потому что, знаете, нам сейчас уже много людей присылают заявки. Мы, прежде всего, с людьми общаемся. Мы с вами будем общаться. Мы должны понимать, что вы действительно специалист. Потому что нельзя сегодня просто так взять и настроить трафик из интернет, если вы в этом слабо разбираетесь. Ну, то есть, например, мы в интернет-магазине продаем детскую обувь. Конечно, самое простое, да, это в Google настроить показ нашей рекламы по запросу детская обувь. Ну, это самое простое, да. Я просто элементарный пример привожу. Ребят, ну, если вы вот так, такого уровня специалист, вы нам не подходите. То есть, сегодня мы понимаем, что нам не нужен трафик, который идет по четким целевым запросам. Потому что этот трафик очень дорогой, да, он самый целевой, но он самый дорогой. Там высокая конкуренция, ставки задраны выше, скажем так, выше разумных значений. Поэтому нам нужны специалисты, которые могут доставать околоцелевой трафик и различный другой трафик, который стоит намного дешевле, чем целевой. То есть, вы должны быть узким специалистом в каком-то канале трафика. Возможно, у вас есть какой-то свой ресурс, допустим, какой-то свой сайт, на котором есть целевая аудитория для нас. Мы тоже можем общаться и настраивать, ну, как бы партнерскую программу с вами заключать. То есть, каждый канал трафика, каждого специалиста мы будем рассматривать, подключать к системе аналитики и будем смотреть эффективность вашего канала. Если ваш кейс будет успешный, то все об этом узнают, все наши зрители, и вам будет, скажем так, честь, хвала и все плюшки достанутся, скажем так, любовь наших зрителей и масса заказов. Если кейс будет неудачный, если вы плохо будете настраивать, то об этом тоже все узнают. Вы можете сказать, ну, я же классный специалист по трафику, они покупают, потому что я же не виноват, потому что у них сайт плохой, у них там цены неправильные, и это тоже резонно. Но, ребят, мы же все умные люди, все понимаем, и если это так, то мы можем работать над этими конверсиями. Мы готовы работать над интернет-магазином, готовы работать над предложениями, над ценами. У нас есть куда двигаться, есть что делать. Если вы специалист, и вы дадите нам правильные, скажем так, резонные замечания, мы будем их исправлять, конечно. Мы же не говорим, вот у нас так, как есть, для этих трафик, ваши проблемы будут покупать или нет. Нет, это наши общие проблемы, мы готовы их решать вместе с вами. Следующее, куда мы хотим развивать компанию Polaris, это направление дилерства. Естественно, в первую очередь мы сейчас должны развить свои продажи. Второе, развить дилеров. Для того, чтобы развить дилеров, нужно этим дилерам дать какие-то классные условия, чтобы им было легче продавать. Им нужно помогать. Сегодня мало дилерам просто продавать свою продукцию. Это сегодня уже хуже работает. Нужно им чем-то помогать. То есть человек, который покупает у фабрики Polaris обувь оптом, он должен понимать, что фабрика ему как-то помогает эту продукцию продавать. И вот первое, чем будет помогать, это интернет-магазин, который будет работать на все регионы, им дилеры смогут пользоваться. Второе, что мы решили сделать, это фирменные стойки Polaris. То есть такая фирменная стойка обувная, мы хотим разработать, и это будут те люди делать, которые занимаются брендингом. Мы вас попросим разработать такие фирменные стойки, которые будут у дилеров. Эти фирменные стойки будут работать на имидж компании, и это будет очень классно, как мы считаем. То есть не нужно открывать собственные магазины, а просто, например, есть магазин одежды, который становится партнером Polaris, берет эту стойку, ставит у себя в магазине одежды, и с ассортиментом обуви она стоит очень красиво, работает на всех. Вот, в принципе, все, что мы сегодня делаем. Дальше у нас очень много планов, но я сейчас все не буду рассказывать. Мы в первую очередь делаем то, что как можно быстрее принесет деньги, увеличит продажи. Сегодня это наш основной, скажем так, основной вектор, куда мы направлены. Еще забыл сказать, нам нужно развивать инстаграм-аккаунт Polaris. У них хороший инстаграм, но сегодня мы через инстаграм никак не продаем. Если вы специалист по инстаграм и готовы взяться развивать этот канал продаж и обеспечить через него трафик и продажи, то, милости просим, по инстаграм нам тоже нужен специалист, но вы должны быть... Учтите, мало сказать, я умею работать с инстаграм. Здесь будет собеседование, на котором мы определим вашу компетенцию. Если ее недостаточно, то мы вас просто не возьмем, потому что нам нужна очень квалифицированная, очень грамотная, очень классная команда, потому что у нас очень классный участник Fabrica Polaris. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok